Подлёдная рыбалка. Опасно. С таким предупреждением спасатели выступают практически каждую неделю. В условиях плюсовых температур это особенно актуально. Но страх смерти не помеха любителям свежей рыбки. Не говоря уже о символическом штрафе. Полторы тысячи рублей за выезд на лёд на машине. С любителями такого вот экстрима пообщался Денис Денисов. Треск под ногами, конечно, пугает, но мы с оператором всё же решаемся выйти на лёд и пообщаться с бесстрашными рыбаками. Даже в будние дни их на Баканской протоке хватает. Практически вся заводь испещрена лунками. На вопрос, а провалиться под лёд не боитесь, все отвечают по сути одинаково. Здесь проточной воды нету, стоячая вода. То там задам, блин, ещё может. Там и не стих будет. Волна идёт. А здесь ничего нет. Ловится в основном только сорожкам, да и та с переменным успехом. Рыбаки признаются, что приходят сюда в основном из спортивного интереса. По словам рыбаков, лёд довольно толстый и не стоит опасаться, что он вдруг провалится. Но как раз это мы сейчас и проверим. Лёд может быть и толстый, но вольно уж рыхлый, лежит слоями. Как говорят спасатели, такой лёд совсем не прочный. Ну вот, мы достигли конца льда. И мокрый след заканчивается примерно здесь. И на глаз получается сантиметров сорок. О таких рыбных местах на территории города и края спасатели знают. И даже регулярно патрулируют вместе с ГИМСом и полицией. Вот только согласно водного кодекса РФ, рыбаки имеют свободный и неограниченный доступ к водным ресурсам. А штрафовать их не вправе. Могут только предупредить. Пока, к счастью, в черте города несчастных случаев этой зимой и весной не фиксировали. Не было. Вот пока держим на контроле, я надеюсь, и не будет никаких таких вот чрезвычайных случаев. То есть, как бы, ну, я ещё раз повторюсь, что вручают памятки, объясняют местонахождение, насколько безопасно и небезопасно в данном случае находиться на льду. Статистика же неумолима и данные её нерадостны. Так, в районах края с начала года провалилось под лёд два ребёнка. Одного спасти не удалось. Самые опасные участки – это Красноярское и Берёзовское водохранилища. Выезд туда на автомобили несёт прямую угрозу для жизни. Но, судя по аэросъёмкам спасателей, любителям зимней рыбалки и неси по колено. И практически каждые несколько недель кого-нибудь из них приходится спасать с откловшейся льдины или доставать автомобиль со дна. Спасатели напоминают, что плюсовые температуры в светлое время суток теперь стабильны. И с каждым днём рыбалка становится всё более экстремальным развлечением. Денис Денисов, Валерий Чащин, 7 канал. Новости.